Не высокомудрствуйте, но последуйтесь смиренным, не мечтайте о себе. Один стих. Если его сегодня разобрать и воплотить, очень большие перемены будут и в церкви, и в государстве. Будьте единомышленны между собой. Единомыслия-то нету. Пракции, партии, церкви, религии, конфессии. Единомыслия нигде нету. Ни в семье, ни между детьми. Нигде вообще нет единомыслия. А единомыслия-то мы разные, а разные, значит, по крайней мере, один уже не прав. Иногда эти нейтральные противопожные мнения. И оба права никак не могут быть. Вот сейчас за сектанты отошли. Только положения нет, а мы церковь. Никогда не понималось так, что церковь, что-то сайте от церкви, что-то один на нашем содержательстве, и это будет церковь. Никогда. А причина какая? Дальше дает. Невысокомудрствуйте. Павел тогда написал римской церкви. Может, он имел конкретно кого-то в виду, а может, обобщался в будущих поколений. Высокомудрствуйте. Слово мудрость – это хорошее, софия. И высокая мудрость – это полет орла. Но здесь имеет иронический смысл, значение. То есть человек начинает думать, что он что-то многое знает. А что ты знаешь? Многое знает тот, кто много читает. Кто внимательно живет. Кто исполняет заповеди Господней. Тому Бог дает знания. А если ты будешь сидеть у телевизора, ничего там знания тебе не прибавится. У тебя дерзость появится, влаумие, что-то знаешь. А дальше поясняется. Но посвердите смиренную. Высокомудрствуйте. И смирение совершенно разное. Дьявол более всего ненавидит смирение. Не по самому молитву он так не боится, как смирение. Хотя по самому молитву изгоняется дьявол. Смиренно означает, перед словом Божьим человек наклоняет Богу. Признает старших. Он знает свое место. И поясняет. Не мечтайте о тебе. На слово мечта. Неплохое слово. Человек мечтатель. Кремлевский мечтатель. Думал построить высшую жизнь. А в Библии я проверил все данные слова. Ветский, Новый Завет. В неканонической книге ни разу, нигде слово мечта в положительном смысле не встречается. Нигде. Возле мечта быть Богом Дениса. И что случилось? Он стал высокомудрствовать. Соби богов. Поставлю престол. Вот откуда все идет. И чем кончился? По что заткнулся? Вот сейчас мы, конечно, не дай Бог, а Господь может так сделать, что человек иногда видит дьявола, и ему задают вопрос, и он отвечает. Как Макарий, Галорион. И сказать, ты понимаешь, что ты с собой сделал? Впереди еще целая вечность. Но сегодня ты можешь у Бога просить прощения? Он говорит, это людям дано, мне не дано. Он не может. Встань на место. И больше никогда не ходите на скамейки. Ложиться спать. Я уже сколько раз говорил. Высокомудрые. Потом пусть ничего с него не возьмете. Будьте внимательны. Слово Божие написано к нам. Мы не можем прокситанта рассуждать. Это кремлянам написано. Пусть кремляне разбираются. Это к нам написано. Павел говорит, достигшим последних времен, чтобы мы не были походливы надлое. Высокомудрствовать, думать о себе, высоко погибельно. Сколько бы ты не знал, ты только будешь знать одно, что ты еще ничего не знаешь. Апостол Павел это и подтверждает. Мы должны научиться мыслить так, как Господь нас научает. И вот чтобы стихи эти понять, можно, конечно, разные толкования дать. А все же самое правильное, посмотреть сначала, что Бог говорил подобное когда-то через пророков. Высокомудрее было и у израильского народа, у других наций. Вот в послании к Коринфянам Павел говорит, 1.10.1. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Он об этом заботился. Но этого достичь можно только путем смирения. Если смирения нет, то обязательно начнешь за борт заходить, за ограду, через пряску полезешь. Скотина смиряется перед человеком. Как ей встань со стороны и посмотри, корова могла бы разломать твою ограду? Да ела тыше, она даванула боком. Она смиряется. Ей, может, и неприятно, что ты доишь ее, а она смиряется. Бог в нее это вложил, а человеку дал волю. Я добровольно должен смириться. Так сказал Господь. Наша душа, говорят по природе христианка, по природе райской, а сегодня она язычница. Ее надо все время давить и заставлять. Она добровольно не хочет. Она не постится, не хочет. Видите, только сам через пять минут бежу, ребятишки между собой переглядываются, строят рожи. Берите детей рядом с собой, ставьте. Посмотрел, значит, ты ровно пять минут прошел, пересмеивается стоять с девочками. Совершенно не годится. Это уже растут мечтатели. Ты идешь в храм, так его настрополишь, чтобы он стоял, как на обменной плите. Я пришел к Богу, в храм Божий. В первом послании к Алисинам 8, 2, Павел говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. И на этом остановись. Определяя знание, это круг. И чем больше знания, а вокруг круга, что это область неизвестна. И чем больше знания, тем длиннее будет окружность, тем больше ты понимаешь, что не знаешь. И в конце жизни можешь сказать, а так ничего я не узнал. Знает тот, кто понял, для чего он живет. Задумался о смысле жизни. Жизнь для этого дается. Чтобы найти Бога, примириться с Ним, познать волю Божию. Исполнить волю Божию. Господь ждет, когда мы к Нему вернемся. Первое Петра 3, 8. Наконец, будьте все единомысленно. Собстрадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Вот раз нет единомыслия с патриаршими священниками, да и с нашими-то нет. А почему? Да потому что они Слово Божие не берут. С нами иметь единомыслие очень легко. Только открывай Библию, все единомыслие. Я нахожу единомыслие по многим вопросам с католиками. С двутистами, с тридесятниками, с двутистами, даже с юридористами. Где Слово Божие появится правильно. Здесь никакого объединения не может быть. Мы совершенно разные. Второе, Параллипоменон, тридцать двенадцать. И над неудеем была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление старяя к нигде и послову Господнюю. Что Бог скажет? А Бог через кого-то говорит. Он с нами не говорит так. Я ни разу голос не слышал. Он говорит через слово свое, через служителей своих, через ближних. Кто бы ни сказал, а ты сразу зверь. А от Бога это или нет? И Господь, говорит, дал им руку свою. У них было единое сердце в стране Израиля, когда они строили храм, когда приносили жертвы, когда вместе попьяли Богу. Это Бог даёт единое сердце. А отсюда вывод, не единое, это не от Бога. Третье Иоанна, 1-9. Я писал в церкви. Но любящий первенствовать, у них ни отрек не принимает нас. Он отстал тебя. У нас, я говорю, приняла тогда крещение. Её сразу выгнали. Сразу. И сестра эта, которая приняла крещение, вчера с тела взяла сама и поглонилась крещеннику. Я ваша отца подбудила, а почему же ты меня выгнала? И она его в ступик поставила. Она стала эвакцитировать 4 главу Москве, какие искушения после крещения. Вы меня в искушение вводите. Я ничего не виновата. Брак ваш выправляет. Вы меня не погрузили. Какую радость испытала, вы бы знали. Полное расхождение. А сегодня, вдруг, самостоятель и изводите, мы погрешили, мы бы смогли тебя сами крестить. Ей верить нельзя. Это они сегодня, они не знают, что делать. А почему раньше ты не крестил? Вы же говорили, что это оскорбление Бога, если теперь крестить. Как ты часть какую поставит? Вот, Бог поможет, уже крестить нельзя. Согласно, нет? Полное погружение должно быть, но, если не крещеный. А если Бог помочил тебе, тоже крещение считается. Тебя уже на крещение нельзя допускать. Я все больше и больше стояю в смысле, что здесь потрудился и Бог. Не может так быть, что Бог в тайце закрыл сам дверь. Молят патаном, понимают ее имя, а в леде спрашивают, кто такая. И уже есть бойники, говорят, какая ты счастливая, что тебе Бог дозволил иметь такое крещение. Где ты была? Они не знают, в какой угол теперь тянуть. Главное только молиться надо. Да не высказать о мудрствах, не мечтать. Мечтающий человек, написано, рождающий сердце наполняется мечтами. Она еще не родила, она же стоит вырос, от меня доходит, докормит. Подожди, доходит. Еще родить надо. Урождающий, не уродивший сердце наполняется мечтами. Ты эту мысль еще не воплотил в жизнь, а я тоже мог бы. Ну мог, почему не делаешь? Сначала научить надо. Потом человека привести к истинному крещению, притом бесплатно. Диаме 4, 32. У множества, уже уверовавших, было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было лучше. Одно сердце, одна душа. Это не надо понимать, что у других сердца не было в груди. Это единомыслие. А единомыслие возможно тогда, когда Дух Святой объемен человеком. Единомыслие возможно у ног Христа. Без Христа нет единомыслия. Во всем мире нет единомыслия. В разными странами, в одной и той же стране, в широчей республике между собой уже воюют. Настоящая война идет. А единомыслием должно быть, поверь, нет, Грузия православная, но православная война. А если бы те и другие верили истинно во Христа и сказали, да Бог наш дал нам мир. Да какое же они право у кого-то отнимать жизнь? Ничего этого не говорят. И грустными в руках на сону встали те и другие. Пророк Иислав 5.21. Горе тем, которые мудрят в твоих глазах и разумны перед самими собою. Вам, думаю, встречались такие люди. Вот что-то они мудрят, что-то, но только не по Писанию. По Писанию мудрить очень трудно православно, но у нас есть толкование. Вот мы каждый раз читаем блаженность и лакта толкования. Есть такие моменты, которые я не могу принять, но я не могу никуда перешагнуть. Я вижу, что надо на проповедь и тянуть прославлять там монашество. Я ничего не упустил. Но я могу дело доказать, что это неправильно. И неправильно, потому что Господь послал мир апостолов. Не надо было мудрить. А вот на мудрение, что сейчас есть, это все высоко мудрее. Выше Бога хотят люди быть. Бог сказал, что сразу сложил руки поклоненно. Слушай и тратуй. И все на этом кончилось. Иаков 3.13.14. Мудрый и разумен кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце не имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Оказывается, эти люди, хвалящиеся, они любят лгать на истину. А ты мудрость имеешь, так думаешь о тебе. Ну докажи ей добрым поведением, с мудрой кротостью. Один будешь, ты никогда не будешь знать, какой ты есть. Почему святые советуют всегда быть в общежитии, даже у монахов. Потому что мы друг от друга намчаемся. И Иеремия 32.39. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня в последней жизни, как блага своему. И блага детей своих после них. Дам одни мысли дальше, какую будут бояться меня. И это все достаточно тебе. Мы одинаково будем бояться Бога. Бояться нарушить заповедь Него. Мы будем стремиться друг к другу. Мы будем все время ощущать, что самому мне таланты не разви. Да я и не знаю твоих талантов. А другой тебе подскажет. Пророк Иеремия 45.5 говорит так. А ты просишь себе великого, не проси. Ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ты не пойдешь. Думает, что-то делает, построит. Коммунизм ничего этого не будет. Бог все развлечит, раздует и буря утихнет. Кто бы мог думать, что такая держава утихнет. А сейчас мы говорим все это в прошлом. Как будто никогда этого не было. Книга Иеремия 31.13.15. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? Даже служанка к нему обращалась, и он не говорил там подчиненному разобраться. Сам разбирался и его. И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не он, который создал меня в очереди, создал и его, и рано образовал нас в утробе. Вот такое простое рассуждение. Мы одинаково взглянули, а одинаково смертно. Почему ты меня придерживаешь? Вопрос. И он к этому зашел, еще и зная Христа. А уж во Христе тем более мы все вместе. Устранить не единомыслие очень легко. Стань на молитву. Перед Богом открой сердце и скажи, Господи, проверь, почему у меня нет сердца, почему я не хожу никогда на занятия с Деньги Божьей, почему я на благовестия не еду. Вопросы эти, почему? Постать, и ты увидишь все в себе ни в ком-то. А в себе почему? Ты увидишь сердце, наполненное не той благодатью, которую ты получил в крещении. Постепенно все это заросло, и там уже ветер не движется. Где Дух Святой, там всегда движение. Там человек не тряшется. Евангелие от Луки 14-13. Но когда делаешь пир за ледищи, у вечных, храмных, лифых. У нас, когда у батюшки было бракосочетание, мы около терки собрали все вещи, какие были. Это, ну, редкий случай. Обычно на свадьбе это нищие, понимаете, как бы не то время, такое восторжество. И я скажу, что было очень интересно. Если это новая мысль, даже нищие, ты думаешь, он ничего не знает. А у него тоже свой мир. И они-то были как рады. Мы прошли всех, кто только были, и еще всегда было собрали. Лука 22-24-27. Был же испорт между ними, кто из них должен посчитаться больше. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющими имя благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возбежащий или служащий? Не возбежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Теперь вопрос всегда, как себе скажи, прошел день, а кому и чем я послужил своим талантом? Рано или поздно за это придется отвечать. Как умножить за талант, если ты один находишься? А на неделю, ну а дальше, ты увидишь, как все, что тут уже накрыто. Как твой талант послужил, и тебя нету, никто и не ощущает недостаточно никакого. Ох, не так же, ну. Еще не поздно. Не надо высоко буду, что ли. А перед Богом сломить голову и сказать, господи, неделю талант лежал закрытый. Я никому ничего не сказал, никому не пошел, чужое горе не развеял, никому не помог. Вот в своих дни дом сидел только. Прости меня, Господи, и предь этого да не будет. Максиме 18, 1-4. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше? А он оборвел. Если не обратитесь, не будете ко мне, не войдете в Сашку Небесную. И так, кто уважается, как это дитя, тот и больше в Сашку Небесную. Что значит дитя? Прощение. Злопомнение у ребенка редко бывает. Я лично таких не знаю. Потому что совсем окончательно испорченный ребенок рано созревает, на зле воспитан. Обычно кто-то не забывает, опять вместе играют. Филиппийцам 1, 27. Только живи достойно благорестования Христова. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду. Слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязываясь единодушно за верой в ангелство. Единодушие в чем? Не то, что так, нет мысли. Ты думаешь, кто взорвал эти торговые центры в Америке? Одни думают, что это их ЦРУ взорвало, другие думают, что пираты там, террористы какие-то. Ну, в этом мы можем даже иметь единомыслие. Ну, что толку? Что с там, что за крелик, говорю, глупый? Ну, что это даст? Мы должны быть единомыслены по слову Господню. Мне это совершенно никакой пользы не дает. Даже если я был знал это все, и рядом был, тем более я на этой башне был. Был на рапу, с нее смотрел, туда экскурсии были. Ну и что? Я только благодарю Бога, что я не попал в то время. А этот катар может для меня как раз был поставлен. Ты только благодари Бога. Что дал Бог нам направление и намыслие по слову Ему. Придет Павел к нам, не придет, он не пришел к нам, чтобы в одном духе, за веру евангельскую. Согласно тому, как он благодет был. Это возможно только тогда, когда ты сверкнул. Нет, сверкнул невозможно. Павел создал церковь. Он пишет филипийская церковь. Он пишет одному Тимофею. Но Тимофей был в церкви. Филимон, Филимон был тоже в церкви. Просто так на ветер он не писал. Даже я вам пишет, и сразу называет стареца. Говорит, что это вещи не по церкви. Филиппийском 2.2.3. Но дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте ненадушны и динамысли. Ничего не делайте по любопрели или по тщеславию. По смиренно мудрее. Почитайте один другого Высшим Тебя. Простые слова. Но как трудно это принять. Мы настолько все разные. Но мы никогда бы не могли стоять вместе, разговаривать, если бы мы не знали Бога. У человека неверующего столько же михангийцев. Такой гонор. Но одно слово только. Вы научитесь говорить евангельским языком. Ни одного лишнего слова не евангельского. Иначе мы просто будем скрывать дурные слова за какими-то определенными, ненаговоренными словами. И ненадушны, значит, по Евангелию. Притча 17.5. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А в мире радуется, да? Трудно, конечно, всем пострадать. Но себя надо смирять. Я не пострадал. Прости меня, Господи. То есть ощутить ущербность свою. Сердце еще не расширено. Притча 26.12. Видом ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Не мечтайте о себе. Мне в жизни встречались мечтатели. Я не все что-то думаю, мечтаю, построить. Ничего не будет. У нас были люди, которые жили здесь, которые не согласны, что сам. А вот надо бы так вывели. Это есть у Гоголя, манирущина называется. Ну ты попробуй еще 360 сел в Алтае брошенных. Покинулись там. Наги людей, ненамышленных. Другой уставкой пиши, что ходить раздетом, чтобы курить можно было, чтобы дети начали на человека хотеть. Чтобы скорбь никакой не было. пропускали, ну то есть все, что тебе не нравится. Включи туда, что нравится. Но ведь не сделайте никогда. Это тогда было просто на каждом шагу, где я не возникаю. Мы-то здесь сколько бьемся, да я не один. И брат не один. Еще Бог дал каких-то трудников. Мы же все, знаете, как все единодушны. Всю неделю закрылся, поехали на Владовесе. В разные концы поехали. Брат приехал, там свидетельствует. Прича 3. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. А хочешь узнать, что ты мудрый или нет? Встреться с кем-нибудь, с более мудрыми. И ты поговоришь. И ты увидишь. Бывает, встречаешься с какими-то специалистами, и таким себя нищим не чувствуешь. Хотя я без этой специальности проживу. У меня были постоянные встречи в летном училище. А там преподаватели, почти все полковники. И вот собрались однажды. Они пригласили меня после занятий с их курсантами. И они говорят, у меня какое впечатление? Он говорит, мне кажется, я не учился, я в академии не кончал ничего. Я совершенно ничего не знаю. То есть он никогда об этом не думал. Но когда услышал о духовном, о еде, о вечности, о Христе, и он понял, это другая сфера, совершенно другая. Все специальности невозможного узнания. Человек все знает. Они говорят, он знает наизусть. Не надо этому верить. Это образное выражение. За всю жизнь я не встретил никого, кто бы знал наизусть Библию. И кто знал наизусть, хотя бы новую зовет. Хотя говорят, какие-то, знали они. Я в это не верю. Мне сказали, такой-то человек знает наизусть Псалтырь. Я же не встретил кто-то. Читает Псалму. Он читает. Перед Псалма я остановился. Что? Я думал, знаю. Не знаешь. Читает 118-й. Когда его учат наизусть, уже болей, как проноса. Ты начнешь заплетать. 118-й Псалму я встречал одному. К нам он приезжал. Он его знает. И самое другое, что старообрядец. И по-русски. Вот как Бог делает. А чтобы наизусть знать точность переводия, может, я просто не встречал. Не поведу, может быть, в жизни. А обо мне постоянно говорили люди. Он знает Библию. Не знаю. Вот так я знаю на каком-то уровне, что я когда читаю, любое место. Даже одну букву изменишь, я сразу останавливаю. Это не так. А вы найдёте знаки? Нет. Просто что-то во мне срабатывает неправильно, он читает. И вы знали это? Не знал этого. У меня постоянно это было. Какую бы книгу ни начали читать, ну, ни слова поддержки так делать. Перестаю с них поставить. Я останавливаю. Перечитаю ещё раз. Бог могу изменить не так. И внутри меня как перфокаты не пропускают. Я останавливаюсь. Но наизусть я не знаю. Это другое. Просто мне Бог дал понимать, что это Его Слово. А то уже с искажением. Вот что. Солома 131. Господи, не вознивалось сердце моё. И они возносились очень моими. Я не входил в великое для меня недосягаемое. Вот этим можно похвалить. Я никогда не входил в вопросы, которыми занимались Керенские соборы. Что Бог Отец, от кого исходит Дух Святой, что Христос для воли никогда, это та тайна, в которую боюсь смотреть. Я православный, я принял по православному. Который понимает по-другому, я не оставлю. Но если говорят, что Христос не Бог, то пути оставлю и докажу. А относительно воли, это соборы, там, 3-я, 4-я, вообще в Писании ничего нет. Что Он есть Бог, я Вам не заговорил. Многим я в Писании. Высоковудрствовать не надо и мечтать противопоказанным человеком. У нас в Библии Евгении написано, что мы говорили может быть, кажется, вероятно, а написано да и аминь. Да, что Христос пришел, да, что Он нас избрал. Абсолютно точно мы знаем, что Он придет судить мир. И мы твердо исповедуем Христа и Его совершенствия. И что исповедуем Христа и вечную жизнь, аминь.